здравствуйте уважаемые семиклассники мы продолжаем изучать историю россии 16 конец 17 века 30 видео урок тема федор иоаннович попытки преодоления кризиса после смерти ивана грозного престол занял его сын то есть вступил на престол федор иоаннович федор первый года его жизни 1500 вернее правления 1584 1598 почти 14 лет он про по словам отца федор больше походил на поповского сынка нежели на царского сына за любовь звонить в колокола царь прозвал его звонарем по завещанию федора должен был опекать совет состоящий из бояр совет входили земские бояре иван петрович шульский иван федорович мстиславский никита романович захарин юрьев а также опричные выдвиженцы борис федорович году новый богдан яковлевич бельский бельский сразу же попытался составить заговор в пользу младшего брата царя дмитрия пообщаться ли сам великое жалование он распорядился затворить все ворота и никого не пускать кремль задавленный налогами и поборами московский посад давно бурлил гнев горожан мог и злиться по любому поводу узнав о действиях бельского как пишет летописец народ сколебался весь без числа не со всяким оружием бунтовщики захватили стоявшие на красной площади пушки бояром они заявили выдайте нам богдана бельского он желает убести царский корень боярские роды порядок был восстановлен бельского отправили в ссылку воевода из нижний новгород царей царевича дмитрия с матерью марией ногой двумя ее братьями отослали в углич удел выделенный дмитрию по духовной грамоте ивана грозного мая 1584 года федор иоаннович торжественно венчался на царство в совете опекунов велась борьба за влияние на царя на первые роли на первые роли выдвинулся боярин борис годунов его сестра ирина годунова была женой федора иоанновича чтобы подорвать позиции годунова паре аль бояре задумали развести царя с женой царица ирина никак не могла родить наследника князь шуйский с родственниками в московскими купцами митрополитом составили заговор против бориса заговорщики подали царю федору первому человеку с просьбой все дорогие ради взять себе другую жену а ирину отправить монастырь как сделал в свое время василий 3 на все дали не думал разводиться заговор провалился купцов заговорщиков казнили шуйского постригли в монахе 1588 году он случайно угорел то есть отравился угорным газом от плиты свои теле в кирилла кирилл белозерском монастыре борьба между опекунами царя федора 1 окончилась победой бориса в россии за границей знали что страну управляет борис а федор лишь царствует борис федоров был талантливым правителями искусным дипломатом хотя году как политик сформировался в годы отличными он не был сторонником массовых опал и казней тем не менее личных врагов борис уничтожал беспощадно точечными тайными ударами федора иоанновича было несколько попыток из кризиса выйти попыток выхода из кризиса борис федорович старался примирить интересы разных сословий вывести россию 3 за которые которым завершилось царствование ивана грозного сразу после венчания петра иоанновича на царство власть объявила амнистию всем кто попал в опалу при его не грозным одновременно были смещены наиболее продажные судьи чиновники и воеводы 1586 1587 годах ряд послаблений в торговле получил новгород что свидетельствовало о стремлении правительства помочь возрождению старых купеческих центров после потери нарвы и либо в ливонскую войну стало затруднительно торговать западной европой решение было решено было сделать центром морской торговли участье северной двины впадающей белое море путь сюда и западная европа вокруг норвегии в середине 16 века открыли англичане во главе с ричардом ченцлером в лондоне для торговли с россией была организована московская торговая компания царь иван четвертый дал ей грамоту на беспошлиную торговлю беспошлина торговлю в россии вслед за англичанами в белом море появились купцы из нидерландов купцы из других стран в одном из залива образовала образованных устьем северной двины 1584 85-х годах построили новый город архангельск он надолго стал главными морскими воротами россии для внешней торговли западной европой годунов принял меры по защите интересов торговых людей указом 1585 года он ограничил права иностранных купцов теперь им разрешалось покупать русские товары только в архангельске у русских купцов-перекупщиков правда по-прежнему существовала группа и иноземцев обладателей царских грамот которые могли ездить по стране и скупать сырье и прочие товары у мелких торговцев промысловиков и ремесленников по низким ценам по некоторых но не на некоторое время правительство ограничивало привилегии английской московской компании в начале царствования федора иоанновича положение на границах было тревожным восстали павловские народы восстали сибирские племена сохранялась также опасность нападения речи посполитой а также швеции и крымского ханства по указу правительства начинается строительство новых городов крепостей 1585 году появился воронеж появился также город ливны а в 1586 город тюмень в сибири 80 и 90 и годы 16 столетия на волге возводят царицын саратов и самару а также строят уфу среди полосе строят курск елецк а также новые каменные кремли появились смоленске астрахани казани москве возвели каменные стены и башни белого города третья линия обороны которая шла на месте современного бульварного кольца креп крепость столица строили не зря летом 1591 года крымский хан газигирей подошел к москве но под огнем тяжелых пушек установленных на крепостных стенах и выведенных за пределы москвы нескольких гуляй городов был вынужден с позором отступить после крымского набега 1591 года вдоль линии современного садового кольца были построены деревянные укрепления этот оборонительный убежь называли скородомом так как возвели его очень быстро 1589 году после длительных переговоров с константинопольским патриархом при активном участии бориса годунова в россии было учреждено патриаршество русская православная церковь стала полноправной автокефальной то есть независимой от константинопольской церкви это свидетельство о возросшем международном авторитете россии и русской православной церкви первым русским патриархом стал иов патриарх всероссийский и все московские всея руси иов благодарность власти за помощь церкви иов не стала спаривать повышение налогов на монастырские земли казна получила прирост поступлений которые можно было использовать на укрепление войска на укрепление границы строительство новых крепостей задание на дом охарактеризовать политику правительства по выходу из кризиса первый вопрос второй вопрос какие меры дополнительно для вывода из кризиса осуществляют ну предпринимались и реализовывались под руководством бориса годунова третий вопрос как введение патриаршества отразилось на положении русской православной церкви в мире спасибо за внимание на следующем занятии в видео уроке 31 мы с вами рассмотрим тему закрепощение крестьян до свидания уроке уроке